Привет, друзья! Итак, сегодня я хочу вам показать серьги, новые серьги. Серьги, которые подарил мне мой супруг на день рождения. И немножечко поиграть с различными сережками, самоколочками и такими, так сказать, основными, крупными серьгами. Вот такая у нас сегодня будет игра с украшениями. Давайте поиграем! А сегодня у меня вот, видите, такие вот, такая композиция. Это серьги, которые подарил мне мой супруг. И вот я вставила, где тут у меня жемчужинку, самоколочка на закруточке. Всё это серебро, здесь с золотыми накладочками серебро. Вот я надеюсь, что я правильно показываю, я могу и промахнуться. Но, наверное, всё-таки, всё-таки, думаю, в объектив я попала. И достала свою, скажем так, давнюю подвесочку. Тоже жемчуг и тоже аметист. И вот я её ношу с этой композицией. Немножко она западает за кофточку, поэтому я хочу, чтобы эта капелька тоже была видна. Вот так это смотрится. Очень мило, очень интересно. Как вам? Вот, пожалуйста, ещё немножко продемонстрирую, а то не всегда получается полностью показать. Я не вижу, что показываю так чисто интуитивно. И вот, друзья, эти серьги. Вот эти прелестные серебряные серёжки. От серёжки. Серебро. По обе стороны камешка. Это золотые пластиночки. Тоненькие золотые пластиночки, как сейчас модно. Вот такая вот у нас застёжка. Долго вспоминала, как называется. Вот такая филигрань красивая. Шикарные серьги. Я в них влюбилась, когда увидела. И супруг мне подарил. Это, так сказать, объединённый подарок на 3 и 8 марта. Вот такой. И ношу я эти серьги. Сейчас покажу. И ношу я эти серьги. Сейчас вот с этими серёжками. Жемчужинка на серебряной ножке с закруточкой во втором отверстии. И вот таким образом. И к ним я ношу подвеску, которую вы уже видели, но я покажу её сейчас поближе. Вот это серебряная подвесочка с аметистами и жемчужинками. Вот такая красота. Подвесочка давняя. Ещё где-то, наверное, году в четвёртом, в пятом, наверное. Я уже не помню, я её покупала или Серёжа мне дарил, честно говоря. Я уже забыла. По-моему, всё-таки я покупала её. Вот такая красивая, шикарная подвеска. И ещё хочу обратить ваше внимание на вот эту вот милую маленькую шкатулочку, в которой я стала держать свои мелкие серёжечки, предназначенные для второго отверстия в ухе. Сейчас я вам покажу. Вот она, эта вся мелкота. Так, что это у нас? Это у нас с прозрачным камешком, с фионетиком. Это у нас вот с таким шикарным голубеньким фионетиком. Кстати, мне нравится сочетание вот такой серьги с фиолетовым камешком и синеньким. Мне нравится такое сочетание. Мне нравится также... Сейчас, где они? Мне нравится также вот такое сочетание. Такое сочетание мне, кстати, даже больше нравится. Вот, я же говорила, хочу показать вам вот эти все образы, так сказать. И перейдём к другим ещё серёжкам. Мне нравится вот такое сочетание. Большая серьга и маленькая. Мне также нравится сочетание вот такое красных камешков с синеньким. Вот такое. Вот такое. И вот такое сочетание нравится. Вот мы имеем три совершенно разных сочетания. Красный с синим, красный с красным. Синий с красным. И ещё сейчас. И синий с синим. Вот, пожалуйста, такое сочетание. Вот такое синий с красным. Сейчас чуть-чуть поправлю сюда. Наклоню. Вот так. Пожалуйста. Так, так. Здесь красный с красным. И синий. Итого, вот так мы можем ими играть. Так, ещё можно так же вот с этими серёжками аналогично поступать. Пожалуйста. Можно сочетать с синеньким. И можно сочетать... Ай, не падайте. С красненьким. Пожалуйста. Вот такие вот различные сочетания. Вот это я вам хотела показать. Мне показалось это очень интересным, очень увлекательным. И хотелось с вами поделить. Также можно сочетать эти серёжки. Вот с этими. С жемчужинкой, поскольку здесь тоже золотые эти нашлёпочки есть. Упала. И тоже здесь вот можно с красненькими сочетать. Видите? Тоже очень хорошо сочетаются. Но, конечно, вот с этими гораздо лучше. Вот. Вот эти варианты намного лучше. Ну, наверное, на сегодня всё, друзья. Надеюсь, вам было интересно. И вот ещё одна пара серёжек. Я о них вспомнила. Это серебряные серёжечки с зелёным фионитиком. Вот такие. Они не на закруточках. У меня все самоколочки на закруточках. А эти вот на таких задвижечках. Закруточки лучше, потому что закруточки надёжнее. Задвижечки не настолько надёжны. Но эти надёжные, потому что очень длинный штырёк. И, конечно же, они не отвалятся. Но чем они не хороши, это тем, что в них не поспишь. Штырёк будет колоть. Когда ложишься на этот бок, он будет колоть. Вот. А закруточки, они, во-первых, не колятся. Во-вторых, надёжные. Но ничего, я всё равно вспомнила об этих хорошеньких серёжечках с зелёными фионитиками. И тоже решила их сюда же, в эту компанию, включить. Что-то я тоже места не могу найти, чтобы вам хорошо их показать. То есть солнце, его слишком много, то нет солнца. И его слишком мало. Ну вот, надеюсь, что всё-таки я их показала вам. Они так сверкают хорошо на солнышке. Ну, фионитики, сами понимаете. Хорошенькие. И с чем я их буду сочетать? А сочетать я их буду с теми серёжками, которые сейчас на мне. Я сниму серьгу и покажу. Вот. Вот эти серёжечки. Это серебро. И как написано было, что это изумруд. Так что, что написано, то и говорю, девочки. Значит, вот эти вот серебряные серёжечки будут сочетаться вот с этими самоколочками. Оп. Видно? Видно? Вот так. Вот. Ну, сегодня я в них, и они у меня сочетаются с жемчужинками. А самоколочки идут всё в ту же маленькую шкатулочку, в которой все самоколочки у меня лежат теперь. И очень хорошо, умненько я придумала. Молодец, умница. Я же сама себя люблю похвалить, вы знаете. Вот. И вот такая вот шкатулочка махонькая. А серьга идёт в ушко. Вот так это выглядит. Пожалуйста. Мне кажется, что очень мило. Мне вообще очень нравится сочетание жемчуга с зелёными камешками. Именно с изумрудными камешками. Вот с изумрудами. Ой, где она? И с камешками цвета изумруда. В общем, мне это дело очень нравится. Вот. Такая вот у нас была игра с серёжками. Мне нравится вот так комбинировать. Это весело, забавно. У кого есть по несколько отверстий в ушах, попробуйте. Ну, надеюсь, вам было со мной не скучно. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!